Библейский портал экзегет.ру представляет Иов пожаловался на Бога, высказал ему свои горькие претензии, его друзья с ним поспорили, Иов отверг все их обвинения, и, в общем, ну, наверное, пора как-то закругляться. И вдруг появляется еще один персонаж, очень странный, но прежде чем о нем говорить, давайте его все-таки увидим на сцене. Тогда трое друзей перестали спорить Иову, видя, что он уверен в своей правоте, но зато разгневался Элегу, сын Барахела, потомок Буза из рода Рам. Кто это такой, откуда он взялся? Вот смотрите, сам Иов, просто величайший сынов Востока, его друзья из каких-то далеких стран, названия которых никому ничего не говорят, а он вот такой довольно укорененный в контексте истории, да, мы не очень понимаем, что это. Зарот Рам, такое очень короткое имя, которое может быть где угодно, но, во всяком случае, вот они такие немножечко из тумана вылезают, а он более земной, более конкретный. На Иову он разгневался за то, что тот считал правым себя, а не Бога, а на трех его друзей, поскольку они не нашли, что возразить, и выходило, что Бог виновен. Но Элегу медлил вступить в разговор с Иовом, потому что те трое были старше, но когда он увидел, что им нечего ответить, то разгневался. А откуда он, собственно, взялся? Его не было в этой сцене нигде раньше, он не пришел вместе с друзьями, он не жил с Иовом, он мимо, что ли, проходил случайно. У меня такое ощущение, что это более поздний некий комментатор или редактор, если хотите, что действительно, вот начиная с 32 главы, это некая вставка. Но вставка это не значит поддельная, не значит лишняя, нет, смотрите, всегда вот есть текст, комментарии на него, вот, мне кажется, это некий более поздний комментарий, потому что без этого Элегу все прекрасно складывается в книге. Он как бы лишний, но чего не хватает? Вот не хватает комментариев, не хватает объяснения. Смотрите, Иов говорит Богу дерзкие, страшные вещи, друзья говорят, ну, вроде бы гладкие, правильные, но явно не в кассу, явно не по теме. А что же можно сказать в этой ситуации? И вот появляется резонер, появляется некий такой, знаете ли, вот сегодня бы его назвали активистом, неофитом, молодой парень, он же младше их всех, но, тем не менее, он знает, как надо. И вот, собственно говоря, это речь такого человека, который знает, как надо. Это позиция автора или редактора? Не уверен. Это еще один взгляд. Вот книга Иова, она вся диалогична, она показывает очень разные подходы к этой проблеме невинного страдания. Итак, что нам скажет Элегу? Как сказал Элегу сын Барахела, потомок Буза, Я молод летами, а вы старцы, потому я рабел и боялся, не рассказывал вам то, что знаю. Я решил, пусть, говорит, старость и почтенный возраст, мудрость и учит, но все же есть в человеке дух. Дуновение всесильного дает ему разум. Неправда, что только старик и мудр, что лишь старец рассудит справедливо. Теперь я скажу, а вы послушайте, поведаю я то, что знаю. То есть он тоже в каком-то смысле не спровергатель основ, потому что, да, вот Иов, он говорит, Бог не прав, а я прав. Действительно, он это говорит. А Элегу говорит, старики дураки, а я умный. Я, конечно, утрирую, заостряю, но, тем не менее, это не менее революционный взгляд на вещи. Да, и это часто бывает, когда вот такое новое молодое поколение приходит и начинает говорить, что ну, я-то знаю точно. Теперь я скажу, а вы послушайте, поведаю я то, что знаю. Я выслушивал вас терпеливо, рассуждением вашим внимал, пока вы слова подбирали. Да, я вникал в ваши речи, но никто из вас Иова не опроверг, никто на его слова не ответил. То есть, смотрите, друзья, они друзья, вот при всей своей такой обличительной нетерпеливости, они хотят благо Иову. А Элегу Иов безразличен, ему нужно что? Ему нужно, чтобы вот опровергли Иову, чтобы сказали ему какие-то вот очень такие важные слова, вот из которых будет понятно, что прав на самом деле не Иов, а друзья. Так не говорите, что мудрость обрели, мол, Бог его обличит, а не человек. Не ко мне обращены его речи, и не по вашему я отвечу ему. Вот тоже очень важно. Это неофитское горение, оно не про какого-то конкретного человека. Иов не разговаривает с Элегу, Элегу не разговаривает с Элегу, Элегу вещает истину. Так что вот все замолкните, я вам сейчас скажу, как все есть. Неофиты есть. Боятся они, ничего не говорят, слов не осталось у них, так чего мне ждать, раз они молчат, стоят, ничего не говоря. Нет, скажу я в свой черед, поведаю я то, что знаю. Переполняют меня слова дух, что во мне не дает мне покоя, словно во мне закупорено вино, и лопаюсь я, как новый мех. Выскажу, и станет мне легче. Так разомкну уста и отвечу. Вот она позиция неофита. Мне самому лишь бы выплеснуть свое. Вот очень часто человек вроде бы о Боге, вроде бы про Бога, вроде бы в защиту Бога. А на самом деле его распирают, его собственные слова, чтобы ему стало легче, он должен их из себя излить, высказаться. Не стану смотреть, кто предо мной, не буду никому угождать. Угождать я и не умею, а иначе порази меня, творец. Вот молодой нахал. Резонер и такой очень страстный человек, но посмотрим, что он скажет. Может быть, ну почему я так сразу к нему пренебрежителен? Может быть, он действительно скажет что-то очень важное и значительное. Может быть, действительно ответ на вопрос о невинном страдальце. А это не только про Иова, это про Свенцем, про детей Беслана, про бесконечное количество людей, которые, допустим, заболевают и умирают в юном возрасте. Да, явно не нагрешив на такую страшную судьбу, которые попадают в преступления, становятся их жертвами во время войн, в концлагерях, где-то еще претерпевают ужасные страдания, явно несрезмеримые с их очень повседневными грехами. Может быть, Телегу наконец объяснит, как это получается. Посмотрим в следующей 33 главе.